Ежегодно в июле художники из России, Украины и Белоруссии приезжают в Чувашию. Они участвуют в Международном Кокелевском пленэре. В этом году он уже 11-й по счету. Традиционное место встречи – Батыревский район, село Тарханы. Это родина одного из основателей Харьковской государственной академии дизайна и искусства. Известного художника-уроженца Чувашия Алексея Кокеля. Сегодня в Чувашском художественном музее развернулась выставка работ участников 11-го Кокелевского международного пленэра симпозиума «Чувашия глазами России, Белоруссии и Украины». Валентина Качина из Харькова участвует в Кокелевском пленэре впервые. Рассказывает, что ее поразили люди в селе Тарханы, отзывчивые и готовые помочь в любой момент. Валентина решила, что она на пленэре будет работать в необычной для себя технике – акварель. Здесь на выставке две ее работы – перед дождем и лужа. Художница не соглашается с серостью обыденных вещей, потому на своих картинах она наполняет их красками. Такое ощущение, что я не работала, а отдохнула. Хотя много работала при этом. Эти дни прошли в работе и в отдыхе одновременно. У меня осталось такое ощущение удовлетворенности, что получилось именно акварель. Она сохнет очень быстро на солнце. У вас такая погода была, то дождь, то прям солнце печет. Валентина Викторовна Качина, вот она, украинская, с Украины, вот она, потрясающая. Валентина 4 работы написала. А это чем? Не краски, да? Акварель не краски. Акварель? Акварель? Настоящая акварель, да? Да, настоящая акварель. Таланты они где открываются? На чувашской земле. Еще один художник, белорус Николай Бондарчук, тоже впервые на Кокелевском пленэре. До этого участвовал в подобных, но только в Европе. Его первое впечатление от Чувашии – как дома. Такая же природа, такой же климат, такие же трудолюбивые люди. Тут художник собрались реалистического плана. Очень интересный. С некоторым художником я знаком, под другим пленэром познакомился. С башкирским художником, с чувашским художником. И очень приятно. И удивительно, что очень хорошие отношения между людьми. Нет антагонизма. И как-то советы друг другу давали. Удивительно. Делились опытом и так далее. Это очень интересно. Этот пленэр уже одиннадцатый. За все годы в творческих встречах приняли участие 118 российских, украинских и белорусских художников. Они создали более тысячи работ. Кроме того, в Тарханах прошли творческие дискуссии, национальные традиции и современность в живописи российских, белорусских и украинских художников. Школьники и студенты могли получить практические советы на мастер-классах. Татьяна Молокова, Татьяна Раенская, Сергей Адушкин. Республика.